И теперь ты открываешь, полный житель и читаешь. Удобно? Ну и все, конечно, по алфавису, как ясно. А это как бы автобиографично. Я романах пишется, священник, начиная с моего детства. Мои тюрьмы, лагеря. Я следил за Словом Божьем. Мы строим деревни. И какие газеты здесь, за рубежом печатали все, какие документы, это, видите, все здесь, это средств истории. Во всех отношениях. О чем мы говорим, это все документировано. Ну и тут наш сайт указан. Так, тут еще какой-то вопрос стоян. Вот это вот старобрящество. Одиннадцатый дом, открытый молоком. Сколько лет вы там работали над всем этим? Сколько лет? 50 лет у меня ушло. 50 лет я трудился. И как я работал? Скажешь, это сколько вы спали? У меня сон был примерно 20 минут в часа в сутки. Я все время работал над собой. Работали. Вот я в армии такой порослужил. Я заслужил, выучал английский, немецкий, французский. Поступил в университет. Я договариваюсь на разрешение 3 курса сдать за год. Все экзамены на одном из языков. Передо мной широкая была перспектива, но в руки попала Евангелие. Все. От прежнего, как от Савла, ничего не осталось. Вот спрашивают, а кем вы хотели быть с детства? Ну, один космонавтом, другим. Я с детства желал быть террористом, больше никем. Почему так? Я все тренировался. У меня везде ружья ножи. Отомстить коммунистам за поруганную Родину. Это мне отец вложил, показывал, кожи леденовейшие, как располачивали. Савл с чем занимался? Ну, уничтожал, христиан дарил. У меня была коммунистом. Но когда Бог меня коснулся, я впал и раскаялся. Я понял, теперь все это на мне будет. И начались гонения, аресты, психиатрия. Все. Меня только психиатрия 26 лет мучила. Накачивала, вышибали, ничего не могли сделать. Почему? Бог. Бог, мой дивный создатель, он сохранил меня. А это вот издание Нового Завета с толкованием откровения. Это впервые за 2000 лет вышел такой полный сборник толкования. И впервые с иллюстрациями. Высший иллюстратор Региста Водоле. Мы сами его раскрасили. Посмотрите, как он сделан. Поглядите. С какой любовью это все сделано. Ну, это иллюстратор такой. Даже такие, Семирадского, как Памели Грешницы. Выделены места, которые говорят о необходимости проповеди. И вставлены комментарии 297. Видите, Илла Игнатия Лавкина, другим шрифтом. О том говорят святые отцы. То есть Блаженный Федор сказал, а тогда Серафима Саровского не было. Я теперь вставляю, но видно, что это вставка. Я показал, ил, Серафим Саровский, Анна Хроштадтский, Феофан Затворник говорил. Как они заботились о проповеди. Не будет проповеди, не будет православия, Феофан Затворник говорит. Здесь примерно, не примерно, а даже 3467 моих стихотворений. 80 из них положено на музыку. Вот они. Это стихи все прославляющие Христа и желание послужить Богу. Всем ему, всем сердцем. А специально есть книга, да? Да, они все. Вот когда говорят люди, благословение, еще благословение. Говорят, ты объясни мне сначала, что такое благословение-то? И все. Ну, коротко сказать, благословение-то хорошо, а проклятие-то плохо. Согласны? Да, согласны. А где первое благословение? Не знаю. Первое благословение Аврааму. Благословляющий тебя благословен будет, так? А проклинающий проповедует. Поэтому никогда не проклиная евреев. Никогда. Не касайся. Ты скажи, Господи, да будут они благословенны. Пусть они признают тебя Мессию, которого распяли. Господи, как много они страдали. Сколько освенцев вам прошло по ним. И что они же делают? Антихриста ждут. Какие они несчастные, эти евреи. Все богатство мира захватили, а душа нищая. А последнее благословение, последнее в откровении, в этом Малахе. Десятина, Господь говорит, принеси в Дом Божий. Десятина от 100 рублей 10 принадлежит священнику. Ты их отдай. А, фу-фузатый на иномарке, я ему давай должен. Тебе не фу-фузатым говорить надо, а о своей тощей душе. Ты умер с голоду. Вы в наш храм захотели? Бог поступил. Почему? Поверел отдать десятину. Завершие люди признают. Десятину храма отдать. И смотрите, послушайте. Я когда ушел, шел первый раз на десятине, это 27 сентября, 62-го года было. Я решил, буду отдавать 9 десятины. 50 лет на этом прожил. 9, то есть от 90 рублей из 100 заработанных я всю жизнь жертвовал на дело Божие. И поэтому такое обилие Бог дал. А одна десятина, о чем ты говоришь? Поэтому я всегда работал на двух-трех работах. И у меня вот на работах было 280-300 процентов. Я просто неукротимый был. Печник, плотник, строитель. Быть прорабом я окончил, мне не давали. Ну, время такое было. Как патриарх Алексей говорит, нас считали не людьми второго сорта, намного хуже. Вот так. А то начинают. Это благословение последнее. Принеси десятину в Дом Божий. Пойдемте, читайте, попьем. Спасибо, Христос. Создадим в храм. Так.